Абсолютного покоя нет. И речь идет не о физике, а о физике. А о жизни мирной, земной. Белорусскому государству уж точно не дают спокойно жить и развиваться. Соседние страны за западной и южной границей постоянно накаляют военно-политическую обстановку. Мейнстримом последнего времени стали теракты. Их цена — человеческая жизнь. И пока на это выделяют деньги, исполнители находятся. Кураторы из-за границы для выполнения своих грязных задумок вербуют белорусов. И чаще всего людей с антигосударственными идеями. Экстремист из Минска попытался подорвать военную технику в Осиповичском районе. 50-летний водитель большегруза, проезжая мимо остановившейся военной транспортной колонны, бросил пиротехническое средство. Причем изготовил его самостоятельно. Сделав дело, мужчина хотел убежать. Но ничего не вышло. В ходе преследования его автомобиль был блокирован военнослужащими, а он сам задержан. На месте происшествия работала следственная оперативная группа. Зафиксирована следовая картина. Изъяты следы и объекты. Назначен ряд экспертных исследований. Как показалось следствие, водитель был заражен радикальными идеями. Салон обклеен экстремистской символикой. Среди увлечений — серфинг в интернете. Среди подписок в Телеграме — одни чат-боты и запрещенные в Беларуси каналы. И как бы фигурант не отрицал свою заинтересованность в подрыве обстановки в стране, факты говорят иначе. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и неоднократно к административной. В настоящее время его действия квалифицированы по части 3 статьи 339. Это особо злостное хулиганство. Во времена геополитических разладов белорусским военным и правоохранителям приходится держать удар. То провокационный дрон залетит, то поляки перебросят беженцев через границу, то градам раздаются угрозы. Те самые освободители Беларуси якобы от диктата не скрывают желание напасть и открыто делятся планами. Послушайте, какой сценарий в голове у одного из главарей украинского бандформирования «Азов». Безусловно, всякого рода заявления настораживают. И несмотря на их абсурдность, нужно держать ухо в остро. Например, военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны Беларуси несут дежурство в усиленном режиме. У нас ежедневно заступает на боевое дежурство по противовоздушной обороне от 750 до 1000 человек в нашем виде вооруженных сил. Дежурные силы после инцидента в Российской Федерации были приведены в боевую готовность номер один. Это были зенитно-ракетные войска, радиотехнические и авиации. В деле модернизации войск тоже все по делу. Действует по принципу «готовь сани летом, а телегу зимой». Постепенно на службу поступают новые машины. Суровая реальность войны и мира разрушает дружеские и человеческие связи. Ненависть по отношению к белорусам и русским по-прежнему подогревается западными политтехнологами. В белорусское гостеприимство всегда отмечают туристы. Это доказывает и статистика. С начала года только по безвизу к нам приехали более 105 тысяч жителей Латвии, Литвы и Польши. Если говорить о туристической сфере в Беларуси, то здесь произошли изменения. Мы всегда первые на линии фронта. Действительно, какие-то происходят события политические, военные, запреты. И первым делом, конечно, страдает туризм. Конечно, мы переориентировались на другие рынки туристические, на другие страны. На те страны, на которые у нас логистика более удобная, доступная. Авиасообщение, железнодорожное сообщение. Где меньше проблем с пересечением границ, с открытием виз. Пока на Западе царит холод, путешественники открывают Восток. Ведь планируя отдых в странах ЕС, можно остаться с носом. Я уже называю это экстремальный туризм, потому что в среднем иногда бывает на Варшавском мосту стоят автобусы от 18 до 24 часов. Просто стоишь. Достаточно тяжело. Чтобы у вас все было по делу. Помните, в бушующем мире самая высокая степень человеческой мудрости – это умение приспособиться к обстоятельствам и сохранять спокойствие вопреки внешним грозам. Субтитры создавал DimaTorzok